МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 27 июля 1214 года в битве при селе Бувини, недалеко от Лиля, французский король Филипп II наголову разбил войска английского короля Иоанна Беземельного. В начале XIII века Англия и Франция вели кровавую тяжбу за обладание Северной Франции. Главным вдохновителем антифранцузской коалиции был английский король Иоанн Беземельный, сын Генриха II из династии Плантагенетов, претендовавший на семейные владения во Франции. В 1202-1204 годах он провел неудачную войну с Францией, в результате которой потерял Нормандию. Военные силы коалиции включали германские войска, отдельные французские подразделения, а также отряд английских лучников. Все члены коалиции стремились лишить династию капитингов, королевского достоинства и владений, разделить между союзниками Францию, а также положить руку на церковное имущество. Противником коалиции выступал Филипп, происходивший из династии капитингов. В отличие от Иоанна, он слыл властным и удачливым монархом. Опираясь на средних и мелких феодалов, церковь и горожан, он успешно проводил политику собирания французских земель в единое государство. Попытки Иоанна вернуть себе утраченные земли вызвали новый виток военного противоборства на континенте. Выяснение отношений между двумя враждебными группировками произошло в сражении при Бувине. В этой битве французы одержали полную победу над англичанами и спасли свою страну от неприятельского вторжения. Битва при Бувине имела крупные международные последствия. Прежде всего, она имела большое значение для объединения Франции. Присоединение к ней ранее завоеванных областей значительно усилило власть и могущество французского короля Филиппа II Августа. В то же время полное поражение Иоанна Безземельного и его союзников означало дальнейшее ослабление позиций английского короля как на континенте, так и в самой Англии. Рост поборов, неудачи внешней политики Иоанна вызвали восстание баронов, которых поддержали церковь, рыцарство и горожане. В 1215 году король был вынужден подписать Великую Хартию Вольностей. Сегодня 27 июля. Вы смотрите программу День веков хронограф. Обратимся теперь к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 27 июля 1941 года около полуночи у мыса Сарыч в Крыму в течение 10 минут ушел под воду пароход «Ленин», эвакуировавший людей из Одессы. В 1909 году для царской России на германской судоверфи в Данциге, ныне Гданьск, был построен пароход «Симбирск». Пароход был вполне комфортабелен по тем временам, имел хорошие каюты и кубрики для размещения 472 пассажиров и два трюма в носовой части, рассчитанные на 400 тонн груза. В первые годы советской власти пароход переименовали в «Ленин». В сентябре 1925 года по решению правительства пароход «Ленин» доставил в японский порт Нагасаки груз для пострадавших от землетрясения. В конце 1925 года пароход перевели на Черное море, где он совершал в основном рейсы по Крымско-Кавказской линии. Вечером 27 июля 1941 года конвой в составе транспортов «Ленин», «Грузия» и «Ворошилов» в охранении сторожевого катера вышел из Севастополя в Ялту. На судах находилось около 10 тысяч беженцев и призывников. На борту «Ленина» помимо людей находился груз из 300-400 тонн цветного металла в слитках, а также, по некоторым сведениям, активы Одесского госбанка. Свежий ветер вызывал дрейф судна. Течение за мысом «Фиолент» из-за своей переменчивости затрудняло определение курса. В 23 часа 33 минуты сильный взрыв в районе между трюмами 1 и 2 потряс пароход «Ленин». Через 10 минут все было кончено. Судно затонуло на глубине 94 метра. В связи с быстрым затоплением основная масса пассажиров не успела покинуть судно. Страшную катастрофу парохода «Ленин» до сих пор с содроганием вспоминают пережившие войну одесситы. Последний пароход, увозящий людей из осажденной Одессы, последняя надежда жителей города. Чтобы попасть на борт в тот злополучный рейс, люди отдавали последнее. Корабль был переполнен людьми. Их невозможно было подсчитать даже приблизительно. Сколько людей погибло на его борту в ту ночь, 27 июля 1941 года, никто не знает и по сей день. Но точно известно одно. По количеству жертв Ленин в несколько раз превзошел печально известный «Титаник». 27 июля 1952 года был открыт Волго-Донской канал. Первую попытку соединить Волгу и Дон вместе их наибольшего сближения историки относят к середине 16 века. В 1569 году турецкий султан Селим II, известный своим походом на Астрахань, направил 22 тысячи солдат вверх по Дону с целью прорыть канал между двумя реками. Однако спустя месяц турки отступили с великой бранью, заявив, по словам летописцев, что даже всем турецким народам тут и за сто лет ничего не сделать. Вторая известная попытка предпринималась в годы правления Петра I. По плану строительства канал должен был быть прорыт между притоками Волги и Дона, Камышенкой и Иловлей. Начало работ пришлось на 1697 год, но в 1701 внимание Петра отвлекла Северная война со Швецией. Финансирование было приостановлено, и до 1917 года было создано свыше 30 проектов соединения Волги с Доном. Однако ни одному из них не суждено было реализоваться. В 1920 году по плану Гойл-Ро правительство страны снова вернулось к проблеме создания канала. В 1930-е годы был составлен проект Волгодонского судоходного канала, но его осуществлению помешала Великая Отечественная война. В 1943 году работы по проекту были продолжены. На трассе руководил Сергей Жук, опытный специалист, под руководством которого уже были спроектированы и построены известные на весь мир каналы Беломорск-Балтийский и Москва-Волга. После изыскательных работ и проверки трассы в 1948 году началось грандиозное строительство канала от Волги до Дона. За три с половиной года Волгодонской судоходный канал длиной 101 километр был построен и введен в эксплуатацию. Никогда ни одно гидротехническое сооружение не знало такого насыщения техникой, а потому не знало и таких сжатых сроков работы, писал в литературной газете в июле 1952 года академик Патон. В мировой практике не было равных примеров таких высоких темпов гидростроительства. Известно, что Суэцкий канал сооружался 22 года, а Панамский – 35 лет. В строительстве канала были задействованы заключенные и военнопленные. Стройка шла в голой степи, где летом не спрятаться от солнца, зимой от холода и снега. И сколько сотен тысяч жизней было положено на этой стройке и века, точно сейчас трудно даже подсчитать. 27 июля 1953 года закончилась война в Корее. Эту войну принято считать локальной, хотя то был самый масштабный и кровопролитный конфликт после Второй мировой войны. Эту войну именуют неизвестной, забытой, хотя она унесла свыше 4 миллионов жизней. Об этой войне молчали более трети века, хотя через нее прошли 40 тысяч советских военнослужащих. Ее историю спрятали в спецхраны. Ее опыт так и не был востребован. Ее герои пребывают в безвестности, а павшие похоронены тайно в чужой земле. На родине им нет даже памятника. Начавшись летом 1950 года как внутрикорейский конфликт между Севером и Югом, уже осенью эта война едва не переросла в Третью мировую, поскольку в ней были затронуты интересы двух супердержав СССР и США. Обе эти страны активно участвовали в войне, причем Соединенные Штаты выступали на стороне Южной Кореи, а Советский Союз негласно на стороне Северной. В сентябре, когда северокорейские войска контролировали уже практически весь полуостров, в конфликт вмешались Соединенные Штаты. Действуя под эгидой ООН, американцы организовали мощный контрудар, высадили десанты в тылу северян и, имея подавляющее превосходство в живой силе и технике, развернули наступление на Пхеньян. На исходе октября 1950 года огромная китайская группировка перешла границу и нанесла сокрушительный удар по американским войскам. Воздушное прикрытие этого контрнаступления обеспечивала советская авиация. К лету 1951 года фронт стабилизировался. Боевые действия продолжали здесь еще два года до лета 1953 года и завершились подписанием соглашения о перемирии и создании демилитаризированной зоны между КНДР и Южной Кореей. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков хронограф». До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok